В 1417 дней и 1418 ночей длилась Великая Отечественная война. И это не только боевые действия на фронте. Гражданская жизнь тем временем продолжалась. Люди влюблялись, расставались, заводили семьи. В рамках проекта, приуроченного к юбилею Великой Победы, наш телеканал продолжает рассказывать о земляках, которые спасали Родину на полях сражений, о тех, кто принял на себя основной удар немецко-фашистских полчищ, о тех, кто своим трудом ковал ключи от Великой Победы в тылу. Когда началась Великая Отечественная, Нина Васильевна была ребёнком. В детский сад она не ходила и всё время проводила в военном госпитале, где работала её мама. Палаты с койками, раненые мужчины в бинтах, запах спирта и камфоры. Об этом она знала с рассказов мамы, поскольку в то время ей было около двух лет. Однако одно воспоминание у неё всё же осталось. В конце войны уже пятилетним ребёнком она полюбилась одному раненому бойцу. Может быть, я ему напоминала дочь, может, жену по имени напоминала. И он всегда меня приглашал к себе на кровать, приберегал для меня кусочек маленьких сахарков и всегда мне пел песенку. Ах ты, Ниночка, моя блондиночка, хорошая девочка, ты вспомни обо мне, моя любимая, незаменимая подруга юности, подруга по войне. Но я вот как сейчас помню, такую большую комнату и два ряда кровати, все лежат военные, много очень, в таком, малоподвижные были. То ли ласковое слово, то ли дефицитное тогда угощение заставили ребёнка войны на всю жизнь запомнить слова из песни. Каждый раз, вспоминая о войне, Нина Васильевна благодарит этого благородного человека. В этом году Нина Васильевна юбиляр. Ей исполняется 75 лет. Множество событий за долгих семь десятков лет не смогли и сравниться с той душевной песней о девочке Нине. Виталий Мартынов, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.